Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 5 декабря 2020 года. Хочу показать вам свою проблему, вечную проблему, пока держу курьей. Пала моя курочка на ноги. Начались морозы, начались проблемы. Когда ходили по городу, были очень полненькие, жирненькие такие. Гребешочки были красные. А сейчас сидят они у меня заперти в сарае. Морозы у нас сегодня был минус 10. Да, лапочка про тебя. Захожу в сарай, а она сидит, даже не может подойти покушать. Занесла её в дом, создала ей вот такие вот условия. Чем я её кормлю? Зерносмесь. У неё выклёвала семечки, остальное не хочет. И манку. Манка очень полезна. Ну и постелила, бросала бумаги. И, конечно, я эти тряпки в углу меняю. Старых тряпок полно, и я и меняю эти тряпки. Поднимается на ноги, но очень-очень плохо. По-видимому, неделю придётся ей пожить в доме. Сын ругается, дочь ругается. Но эта курочка очень спокойная. Она не приносит вреда. Так что не сильно ругается. Очень холодно. Пришлось передвинуть морозильную камеру. Она вот здесь вот очень тёплая. И курочка, вот стенка тёплая морозильной камеры. И она здесь у меня отогревается. Их осталось у меня 19 штук. Уже они не могут сами так обогреть хорошо свой сарай. Когда у меня их было 40 штук, то всегда температура была в сарае. Около 17 градусов. Хотя и на улице будет 17 градусов мороза. Утепляла я вам, показывала, как я утепляла сарай. Курочки этой 4 года, 5 год. Конечно, очень мне жалко их. Если выздоровеет, и если не выздоровеет, всё равно я вам покажу. Потому что им уже скоро потихонечку уходит, как говорится, в мир иной. Лапочка моя, жалею их. Вот они отживут у меня. И больше я заводить не буду. Вот видите, какой беленький репешочек. Не даю никаких витаминов. Даю ей сальцо, мясо, рыбку. Она от питания поднимется на ноги. Потому что это не какая-то другая болезнь. Это нехватка кальция. И всегда я вылечила хорошим питанием. И в водичку добавила синий йод. Он, правда, вон растворился, вода снова стала светлая. Я много не добавляю. Несколько капелек и всё. Так что, я надеюсь, через неделю она у меня выздоровеет и пойдёт в сарай. Вот посмотрите, какая курочка. Запомните её, чтобы не говорили, что я подменила на другую, на более здоровую. Да, моя ласточка. Это моя любимая. С самых первых дней, когда я принесла её, была она моя любимая. Потом выводили курочки новых курочек. И появились у меня чернышечка и рыжушка любимая. Ну, вот и всё, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Сейчас покажу, как она поднимается. Она не совсем... Ну, давай, встань. Встань, встань, моя ласточка. Стоп. Ой, видите? Ну, она поднимается. Ой, видите, как? Ну, поднимается. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. Надеюсь, будет всё хорошо с моей девочкой. Пока. Продолжение следует...